54 года назад на острове Даманском разгорелся самый крупный в современной истории вооруженный конфликт между Россией и Китаем. В боевых действиях при исполнении служебного долга пали 58 советских воинов-пограничников. Почтить память героев-даманцев к мемориалу в Дальнереченске пришли губернатор Приморья Олег Кожемяка, военнослужащие, ветераны, родные погибших, священнослужители, местные жители. 2 марта пограничники, 15 марта вместе с воинами Улан-Динского полка 135-й мотостровковой дивизии здесь, на берегах Усури, приняли ожесточенные бои, покрыв себя невидовой славой, не дав ни пяде родной земли и их имена навсегда у нас в памяти. Также глава региона подчеркнул, что сегодня у двух соседних государств выстроены уважительные и взаимовыгодные отношения. С приграничными провинциями КНР Приморья давно связывает дружба. В окружении тех враждебных государств, кто применил санкции, именно наш сосед Китай пошел навстречу. Мы и будем дальше крепить нашу дружбу с нашими соседями, делать все, чтобы наша граница была нерушима. Ну а память о подвиге пограничников, 54 года назад защищавших нашу Родину, навсегда останется в наших сердцах. Все собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу и братской могиле советских воинов, почтили память павших минуты молчания, а почетный караул дал оружейный залп в честь героев весны 1969 года. Также Олег Кожемяка побывал на пограничных отделениях Даманское и Нижнемихайловское в Пожарском округе. Возложил цветы к мемориалу у заставы имени Героя Советского Союза Ивана Стрельникова и пообщался с пограничниками, несущими боевую вахту сегодня. На заставе организован музей боевой славы, который регулярно посещают экскурсионные группы со всего края. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.